МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. Отгремел праздничный салют в честь Великой Победы. Закончились главные мероприятия, но наша память вечна. Как вечен подвиг тех, кто подарил нам мирное небо. Как прошел День Победы в столице республики в нашем репортаже. В мемориальном парке Победа по традиции состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу славы. Каждый год сюда приходят немало чебоксарцев. Ветераны со своими близкими, офицеры в запасе, школьники. Но нынешнее 9 мая побила все рекорды. Аллея славы еле вместила всех пришедших. Мы, живущие в этом мире сегодня под ярким солнцем, должны всегда помнить и не забывать, какой ценой завоевано это счастье, это солнце. Мы должны передавать своим детям, внукам, своим студентам, преподавателям которых я являюсь, именно эту память, чтобы они знали, чего это стоит. И умели, так сказать, нести это знамя Победы гордо, высоко. И гордиться, что мы Россия, граждане России, и мы являемся, Россия, победителями в этой Великой Отечественной войне. Торжественный и скорбный звук метронома разносился над всей Волгой. Минута молчания, склоненные боевые знамена, у каждого чбоксарца есть кого вспомнить. Венки, корзины с цветами, море алых гвоздик от ветеранов, от главы Чувашии, правительства Госсовета. Мы помним, мы чтим. Глубоко уважаемые соотечественники, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, от всей души поздравляю вас с 70-летием Великой Победы! Неоценимый вклад в Великую Победу внесли и уроженцы Чувашии, среди которых 66 героев Советского Союза и 11 полных кавалеров Ордена Славы. Более 200 тысяч наших земляков ушли на фронт. Больше половины из них не вернулись домой. Такой дорогой ценой досталась долгожданная победа. О том, как важно беречь мир, напомнил участник Великой Отечественной войны. Кавалер трех Орденов Красной Звезды Петр Цеплов. Я хочу обратиться к молодежи. Будьте всегда бдительны, будьте всегда готовы к защите нашей Родины. Всегда любите Родину, патриотами своей Родины будьте. Желаю всем еще раз крепкого здоровья, праздников мира и мира. Торжественным маршем мимо трибун прошли военные представители общественных патриотических организаций, батальоны МВД, учащиеся кадетских классов. Следом сводный полк Чебоксарского гарнизона. Каждый год боевая техника, принимающая участие в параде, пополняется новыми единицами. В реконструкции многих из них принимали участие коллективы промышленных предприятий. Автомобили, мобильные зенитные расчеты, пушки, знаменитый ракетный комплекс «Катюша» и танк Т-34. Всего не перечислить. По этой технике можно изучать историю войны. Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году собрала в своих рядах более 10 тысяч человек. Так пишется народная летопись войны. В портретах фронтовиков и тружеников тыла личная история каждой семьи. Я сегодня с большой гордостью пронесла портрет своего деда Федорова Петра Федоровича, уроженца деревни Набаишино Янтиковского района. Это история, это героизм наших дедов, наших прадедов в Великой Отечественной войне. Среди множества наград, орденов и медалей, орден Красной Звезды, вырученный ему, за героизм проявленный в битве под Курском. 9 мая 2015 года стала уже очередной страницей истории. Когда-нибудь и о ней будут вспоминать наши потомки. 70-ю годовщину Великой Победы отмечали в каждом регионе, в каждом городе, в каждой деревне и в каждой семье. О том, как праздник прошел в Новочебоксарске, в следующем материале. 9 мая Новочебоксарск, Соборная площадь. Горожане начали собираться здесь с 9 утра. По традиции на Соборной площади жители города-спутника формируют колонны. Шествие доходит до площади Победы. Во главе и Бессмертный полк. Снова в строю те, кто когда-то отдал жизнь за Родину, кто вернулся с войны, но не дожил до 70-летия Победы. Это мои родители. Федоров Андрей Федорович и Федорова бывшая Шегильдеева Татьяна Галактионовна. Они были участниками войны. Папа в оборону Ленинграда был тяжело ранен и отправлен по дороге жизни на материк. Мама дошла до Варшавы в Белорусский полк. Оба награждены медалями, орденами. К сожалению, не дожили до наших дней. Война сказалась на здоровье. Самые воспоминания, то, что папа в Ленинграде был тяжело ранен в руку, в грудь, в спину и попал в морг. Он лежал, сколько в морге лежал, он не помнит. И когда стали грузить уже для похорон, он задышал и хриплым голосом что-то сказал. После этого его взяли санитарой и увезли в госпиталь. Маршрут, по которому каждый год шествует бессмертный полк, проходит по улице Винокурова. Ее назвали в честь танкиста Вячеслава Петровича Винокурова. Герой Советского Союза погиб в 1942 году в Смоленской области. В этом году к всероссийской акции в Новочебоксарске присоединилось рекордное количество человек. Газета «Грани» была первым организатором на территории республики федеральной акции «Бессмертный полк». Когда первый год мы проводили акцию, это было чуть больше 200 человек, то на сегодняшний день это уже 1200 Новочебоксарцев, которые пришли участвовать в бессмертном полке. Это мой дед Арзамасов Федор Алексеевич, который прошел через три битвы. Курская битва, битва под Москвой, Сталинград. Родственники получили три похоронки, и никто его уже не ждал. И когда вся семья встретилась за столом, чтобы помянуть его, в этот момент раздался стук, и молодой лейтенант зашел к удивлению, к счастью, своих родственников живым. Такие удивительные истории есть в каждой семье. Мы, наверное, последнее поколение, кто может услышать их от участников тех страшных событий. У меня оба деда воевали. Один дед прошел Ленинград, полностью всю блокаду, а второй дед погиб под Тамбовом. Тот дед, который дожил до наших времен, я его помню, это был 70-71 год, он приходил ко мне, и я был маленьким пацаном, который начинал чистить картошку, сам себе готовить, когда мне было буквально 7 лет или 8. И я чистил картошку очень толсто. И вот он взял и говорит, не умеешь это чистить. И вот эта шкурка, которая от картошки была, она была с толщиной фольгу, то есть прозрачная. И вот тогда он сказал, учись, когда мы были голодные, мы ели все. Главной площадкой праздника в городе стала площадь Победы. Здесь горожане собрались на торжественный митинг. В первых рядах самые почетные гости ветерана. Проявив беззаветный героизм, несгибаемое мужество и самоотверженность, наш народ уничтожил врага. Великая Отечественная война завершилась полным разгромом и безоговорочной капитуляцией фашистской Германии. Весь мир увидел величие и мощь нашей страны. С площади Победы участники митинга стройными шеренгами уходили к вечному огню. Чаша на аллее славы в Ночебоксарске появилась давно, но зажигали ее только по большим праздникам. С 27 января этого года, 71-й годовщины снятия блокады Ленинграда, вечный огонь здесь горит постоянно. Я хочу пожелать ветеранам счастья, добра, удачи и здоровья, чтобы войны не было и никогда больше не начиналось. Чувствовали тех, благодаря кому наша страна живет под мирным небом в Ночебоксарске, как и во всех городах России, до глубокого вечера. А в 21.30 раздались залпы праздничного салюта. Глава Чувашии Михаил Игнатьев 9 мая вручил орден Русской Православной Церкви Святого Благоверного Князя Дмитрия Донского второй степени управляющему Чубоксарско-Чувашской епархией Владыки Варнави. Он единственный из ныне живущих владык, является отруженником тыла, а орден учрежден определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святой Благоверный Великий Князь Дмитрий Донской прославляется Русской Церквью как мудрый правитель, миротворец и устроитель земли русской. Орденом Святого Благоверного Великого Князя Дмитрия Донского награждаются священнослужители, военачальники, ветераны Великой Отечественной войны и другие люди, проявившие мужество при защите Отечества, внесшие вклад в развитие взаимодействия между Русской Православной Церквью и армией, оказывающие духовно-нравственную поддержку военнослужащим. На церемонии награждения, которая прошла в храме Часовни Иоанна Воина, глава Чувашии выразил признательность владыке Варнави за внимание к трудам по сохранению духовно-нравственных ценностей в обществе и в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. После этого собравшиеся возложили цветы в храме, отдали дань погибшим в Великой Отечественной войне. Весь этот день Национальная телерадиокомпания вела прямые трансляции с праздника. Те, кто по каким-то причинам пропустил эфир, могут посмотреть в повторе ближайшие 16 мая в 9 утра. Итоги праздничных мероприятий подвели сегодня и в Доме правительства на еженедельном совещании у главы Чувашии. В рамках празднования 70-летия Великой Победы в Чувашии прошло более 500 мероприятий. Более 300 тысяч человек участвовали во всероссийских акциях «Сирень Победы» и «Лес Победы». Вместе со всей страной жители Республики пели «День Победы» и танцевали «Вальс Победы». Впервые в столице Республики прошел парад дошколят, и юные воспитанники детских садов прошли строевым маршем в Мемориальном парке Победы. В музеях Республики были организованы выставки, посвященные славной дате. Чувашское государственное академическое симфоническое капелло представило премьеру творческого проекта «Во имя Великой Победы», подготовленную на грант главы Чувашской Республики. Мероприятий было много, всего не перечислить. Обеспечивали порядок сотрудники МВД. «Общественный порядок был обеспечен. 2078 сотрудников принимали участие. Привлекали мы, в том числе, для охраны непосредственно памятных мест народных дружинников, их было 245, и 95 человек – это сотрудники частных охранных структур». 9 мая в торжественном митинге и параде на Красной площади приняли участие 30 ветеранов и вдов-участников войны. В этом году им особая забота и внимание. Они отдыхали и поправляли здоровье в социально-здоровительном центре Вега, лечились в больницах. Для некоторых по состоянию здоровья был организован патронат на дому. «Когда после парада мы сидели с ними за кашей, за фронтовыми 100 граммами, они действительно высказали слова благодарности. Им искренне все понравилось». На еженедельном совещании также обсудили подготовку предстоящего Чебоксарского кинофестиваля и летнюю здравительную кампанию. Подробнее – в вечернем выпуске программы «Республика» в 20 часов. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, «Республика». 9 мая в Мемориальном парке «Победа» по традиции прошел митинг памяти павших в Великой Отечественной войне. Цветы и венки несли к вечному огню, который горит у монумента воинской славы, ровно 35 лет. О том, как отмечали День Победы до 1980 года, почему памятник поставили на краю обрыва, а не перед Домом культуры, как планировалось, чей образ использовался для фигуры матери и кто организовал весь процесс создания и установки композиции в нашем спецрепортаже. Это сейчас огонь на братской могиле раненых, умерших в госпиталях Чебоксар в годы войны и похороненных на кладбище по улице Богдана Хмельницкого зажигают лишь в канун 9 мая. А раньше он горел постоянно. Именно здесь, на маленькой площадке, проводили памятные мероприятия. Надо заметить, в послевоенные годы они были не очень торжественными и многолюдными. Но в начале 70-х, когда День Победы превратился поистине во всенародный праздник, с торжественным прохождением ветеранов, гарнизона, юнормейцев, стало ясно – Чебоксарам нужен настоящий памятник. Заказать его решили московскому скульптрут Давиду Народицкому. Народицкий даже набросал эскиз. Перед Дворцом культуры текстильщиков 25-метровая композиция. Женщина склонилась над раненым солдатом и держит его голову на своих коленях. Но чуваши решили, что не стоит трактовать образ столь буквально. К тому же вспомнили, что Народицкий уже создал для Чебоксар памятник Ивану Яковлеву. И неплохо было бы разнообразить стилистику. В общем, разработку композиции поручили скульптору Александру Щербакову. Кто же москвич, он отнесся к делу со всей серьезностью. Затребовала модель в настоящем чувашском костюме. Из Чебоксар командировали актрису у театра Анфису Смелову. Целую неделю она простояла в мастерской в наряде, который собрали по музеям и костюмерным. В Сурбане, например, Анфиса Ивановна выходила на сцену более 20 лет. Дочь Александра Щербакова вспоминала. Ну, она очень добросовестно работала. Прямо стала как памятник. Я говорю, можно прям так отформовать и готовый памятник. Очень. Ну, чувствовала, что она все-таки артистка и умеет себя подать. Принимать эскиз в Глине в Москву отправилась целая делегация партийных и советских работников. Памятник всем понравился. Вы знаете, честно скажу, у меня слез потекли в память тех людей, которые погибли, не только республика, вся страна практически, сколько людей погибло. И поэтому у меня чувство такое было внутреннее, ну, человеческое чувство. После того, как эскиз утвердили, его отправили в Ленинград на отливку. Одновременно в Чебоксарах закипела работа по обустройству площадки под памятник. Архитектор Захаров, едва увидев Косогор, решил, монумент должен стоять здесь и только здесь, чтобы его видели не только жители города, но и все проплывающие по лунге. Очень много было работы, потому что, вы посмотрите, там откос какой. И надо было выровнять на уровне Ивана Фаранкова, надо было выровнять полностью вот эту площадь, огромную площадь. И поэтому нам приходилось работать и днем, и ночью с водителями, везти песок. Я не знаю, сколько тысяч тонн сюда песка навезли, поскольку вот выровнять свое расстояние, да еще холм надо было делать. Когда приехали архитекторы и скульпторы сюда, они однозначно сказали, только здесь. Но в то же время здесь, чтобы был откос, все-таки вы видите, земля ползет чуть-чуть, чтобы такого откоса не было для кургана, сваи, 12 свай, до сих пор помню, 24-метровые, вот стоит памятник вот на этих сваях. Сваи, поскольку вбиты очень далеко, я думаю, что памятник долго будет стоять, 35 лет простоял, я думаю, что еще все 100 лет будет стоять этот монумент. Торжественное открытие памятника и вечного огня состоялось 9 мая 1980 года. Это была последняя работа скульптора Александра Щербакова. Спустя месяц он ушел из жизни, а монумент славы остался. В том числе и в память об авторе, талантливом человеке и участнике Великой Отечественной войны. Елена Гальперина, Расиль Мухаммедов, Республика. Памятники, посвященные Великой Победе, открывают и сейчас. Накануне 9 мая в соседних регионах Татарстана и Нижегородской области состоялось открытие новых памятников. Все они работы известного чувашского скульптора Владимира Нагорного. Памятник матери-покровительницы – классику чувашской поэзии Константину Иванову и известному офтальмологу Святославу Федорову. Творчество мастера известно далеко за пределами Чувашии. Стеллу, посвященную героям Великой Отечественной в селе Старое Држаное, практически не узнать. К годовщине Победы на ней вновь засияли имена героев войны – жители Држановского района Татарстана. Свой бронзовый солдат появился и в поселке Воротынец. Мужественный герой олицетворения отваги и храбрости советского народа. Он является не только частью нашей памяти о великой победе нашего народа в Великой Отечественной войне, но и будет являться символом всем нашим защитникам Родины, которые защищали, защищают и будут защищать нашу Родину. 70 лет назад закончилась война, но память о героях всех лет живет до сих пор. Для жителей городов и районов такие монументы и стеллы – напоминания о родных и близких погибших на войне. Сегодня начались дни Чувашии в Государственной Думе России. В них принимает участие глава Республики Михаил Игнатьев, представители министерств и ведомств. Там работает наша съемочная группа. Подробнее в вечернем выпуске новостей. И к другим новостям. Выставление двоек на лоб вместо дневника и прочие подобные педагогические, а вернее не педагогические методы привели учительницу из Комсомольского района на скамью подсудимых. Сегодня ей вынесли приговор. Воспоминания о своей первой учительнице учеников Комсомольской средней общеобразовательной школы номер один будут явно не светлые. Своим подопечным она заклеивала рот скотчем, дергала за волосы, рисовала им на лбу двойки красными чернилами. Однажды заставила стоя писать диктант весь урок. Как следует из материалов уголовного дела, с февраля 2013 по май 2014 года подозреваемая применяла недозволенные методы воспитания в отношении детей своего класса, которые обучались в 2012-2013 учебном году в первом классе, а в 2013-2014 годах учебном году во втором классе. Она признана виновной в истязании заведомо несовершеннолетней, а также неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенным с жестоким обращением с ними. Учительница назначена наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ей назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и она лишена права заниматься педагогической деятельностью на срок два года. Кроме того, директора данной школы уволили, а ее заместитель по воспитательной работе получил выговор. На финишной прямой в Чубаксарах продолжают готовиться к европейскому чемпионату по легкой атлетике. Уже известно, что престижные соревнования будут обслуживать более 200 судей. Решаются и другие организационные вопросы. Продолжаются работы и на стадионе. Спортивная арена должна соответствовать международным стандартам. Сегодня здесь побывали и гости из-за рубежа. Тем продолжит Дмитрий Ковалев. Уже через месяц на этом стадионе закипят нешуточные спортивные страсти. Столица республики впервые принимает суперлигу командного чемпионата Европы по легкой атлетике. В Чубаксарах сразятся за медали сборные 12 стран. В ближайшее время станет известно, кто именно выступит за Россию на этом престижном турнире. А пока на Олимпийском продолжается ремонт. Грядущему чемпионату Европы стадион необходимо благоустроить. Здесь уже меняют старые кресла и покрытие беговых дорожек. До июня планируют полностью обновить и фасад. Подрядчики отмечают, работы будут выполнены в срок. А смотреть спортивную арену в Чубаксаре прибыли и члены телевизионной группы. За чемпионатом в прямом эфире будут наблюдать все европейские страны. Причем в республику приедет работать и большая бригада центрального немецкого канала. Они приехали посмотреть, узговориться о технических параметрах, характеристиках, где поставить камеры, как взаимодействовать, чтобы не мешать друг другу, при этом чтобы вся Европа увидела не только соревнования, но и красоту города, красоту стадиона и зрителей собственно тоже. В принципе любая страна Европы, которая входит в соглашение с Евровидением, они могут запросить сигнал. У них только контрактами ограничивается. Конечно, в основном будут 12 стран смотреть, но в принципе любой зритель в любой стране Европы может посмотреть. В Олимпийском комитете страны сейчас формируют состав национальной команды. Заявки на участие в турнире уже подали золотые призеры зимнего чемпионата Европы в Праге Екатерина Конева и Елена Коробкина. Свое место сборной досрочно забронировала и чувашская легкоатлетка Анжелика Сидорова. Лидеры дали согласие, но практически все лидеры будут отбираться. Отбор будет происходить на двух стартах. Это команда чемпионата России, которая пройдет в конце мая в Сочи. И далее 6 июня пройдет на призе Печенкина и на соревнованиях в Ерено в Подмосковье. И на этих двух стартах будет сформирована команда сборная для выступления в Чебоксарах. Надеюсь, что у ребят все сложится в плане тренировок, в плане здоровья. И если все будет нормально, тренировочный процесс вроде пока идет нормально. Поэтому надеюсь, что будет выступление успешным. На домашнем чемпионате победить необходимо, отмечает главный тренер команды. В прошлом году турнир проходил в немецком городе Браундшвейк и золотыми призерами стали его хозяева. Россияне расположились на второй ступени пьедестала. В этот раз сборные страны настроены только на первое место. Я думаю, что будет очень интересно. Приедут сильнейшие европейские страны, будет честная борьба. И Чебоксары всегда славились своими зрителями, своей поддержкой. Поэтому приходите и болейте за нас. Но по итогам чемпионата Европы будут разыграны путевки и номеровой старт по легкой атлетике. В столице республики определятся первые кандидаты национальной команды. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Расиль Мухаммедов. Республика. Это все новости к этой минуте. Полная информационная картина дня. Вечерний выпуск программы «Республика» в 20.00. Оставайтесь с нами. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова